Девчонки, всем привет! С наступлением весны я решила разобрать все свои косметические запасы, что-то продать, что-то раздать, что-то просто выбросить. И давайте не будем затягивать, поскольку продуктов много, хочу вам показать все и подробно. Я уже несколько раз перебрала свои лаки для ногтей, и это уже практически последние лаки. Есть еще несколько уходовых именно лаков, а это цветные лаки, последние, которые у меня остались. Это такой вот розовенький полупрозрачный для френча. Это очень красивый прозрачный лак для френча с розовым оттеночком. И вот такой вот малиновый, у меня есть такая же помада от L'Oreal в блеске, в жидкой форме я имею ввиду. И очень-очень красиво смотрится, как на ручках, так и на ножках. Я очень их люблю, ничего против них не имею. Они очень бюджетные, но тем не менее я постоянно их покупала, именно эти оттеночки, именно этих лаков. Но поскольку я делаю себе гель-лак, и вот скоро наступит то время, когда появятся босоножки и открытые пальчики, я начну делать гель-лаки на ногах тоже. Поэтому избавляюсь, чтобы они не занимали место и просто не портились в моей ванной комнате. Следующие бальзамы для губ сайта iHerb. Их было 8 штучек, одну я оставила себе, 4 штучки раздарила и 3 штучки осталось. Я их планировала тоже оставить себе, поскольку чайное дерево, мята. Это мне тоже было очень интересно попробовать, но поскольку не тянется у меня рука к этому бальзаму, хоть ты тресни, я решила все-таки от них избавиться, чтобы они у меня не испортились. Хотя здесь срок годности до 2018 года, но у меня еще очень много достойных продуктов, которые хотелось бы испробовать. Этот бальзам у меня уже, к сожалению, не новый, но тоже у меня к нему рука не тянется, и я его, вероятнее всего, не добью, хотя он имеет место быть и очень даже неплохой. Этот бальзам я просто-напросто выброшу от Ивроше. Он плешивит, он не ухаживает за губами, практически их не увлажняет, поэтому тоже я от него избавляюсь и абсолютно без сожалений. Три кисти для лица, которым я не нашла применения. Это кисть теоретически для подводки, но она для этого, мне кажется, толстовата. Та кисть, которая у меня есть для подводки от Пупа, мне нравится гораздо больше. Это кисть из китайского набора, единственная, которая не нашла применения в моей косметичке, поэтому я тоже ее отправляю. И растушевочная кисть из набора Naked. И могу сказать, что она такая вот неправильно стриженная, с нее торчат волоски, поэтому я тоже от нее избавляюсь. Дальше три карандаша, два для губ и один для глаз. Для глаз у меня в синем оттеночке от Avon. Вот такой вот оттенок, не то, что мне хотелось, поэтому не использую и избавляюсь. От Maybelline. Все с ним нормально, кроме блесточек, которые не дают возможности использовать достаточно часто этот карандашик. И последний это карандаш от Catrice. Мега классный карандаш, очень красивый. Сейчас найду его оттеночек и вам скажу. Оттенок 040. Вот его название. Шикарный карандаш, очень красивый, очень насыщенный цвет, чем-то похож на этот лак для ногтей. Но опять же, я им не пользуюсь и пользоваться не буду, поскольку мне в наборе от Estee Lauder попался очень хороший красный карандаш. И к этому рука не тянется, хотя он действительно достойный, очень красивый. Но я не хочу собирать в своей ванной комнате огромные коллекции косметики, поэтому тоже я его куда-нибудь пристрою. Помады и блески. Помада от LSEP. Очень бюджетная матовая помада. Одна из самых первых моих матовых помад. Очень красиво смотрится, все в ней прекрасно, но почему-то в последнее время у меня рука к ней не тянется. Я еще посмотрю, если я не стану ею пользоваться в ближайшее время, то я от нее избавлюсь. Потому что стоит она у меня уже, наверное, полгода без действия. Я ее уже полгода не использую. Дальше, с этой помадой я уже выросла. Это помада от Ariflame The One в оттенке Sweet. По-моему, сладкий мандарин. Вот так вот она выглядит. Как видите, я использовала совсем немножечко. До нее я пользовалась таким пробничком. Пробничек я использовала полностью, от начала и до конца. Но в пробнике помада выглядела более насыщенно и более темного оттенка. Когда же я заказала полноразмерную версию, она немножко отличалась по цвету. Поэтому этим обусловлено то, что я ее пользовалась меньше, чем пробником. Вот такой вот оттенок она имеет. Сейчас я попробую достоверно его передать. Вот мне кажется, что вы видите этот оттенок как розовый. Но на самом деле он реально такой вот ближе к оранжевому. В общем, розовый с оранжевым подтоном. И, наконец, два блеска. Один от Avon, второй от Ariflame. От Avon у меня вот такой вот блеск. Я его использовала летом очень часто. Но после лета я стала использовать его гораздо реже. Поэтому считаю, что настал момент для того, чтобы от него избавиться. Это оттенок Sweet Angel, насколько я помню. Нет, просто Angel. От Color Trend. И второй от Ariflame серии Avary Me. Он у меня немножечко расслоился. Поэтому я думаю, что ему пора. Вот такой вот очень красивый розовый оттенок. Сейчас посмотрю, есть ли у него название. Он немножечко плешивит. Его сложновато нанести на губы. Но на самом деле, когда вы наносите, он держится намертво, очень крепкий, очень стойкий и очень красивый. Это оттеночек Pink Blush. Дальше. Всем известная тушь Miss Manga. Пролежала она у меня приблизительно год. Я ее не пользовалась. Рука к ней не тянулась. В видео о сравнении туши я показывала вам результат. У меня от нее получается просто три склеенных реснички. Поэтому она у меня отдохнула. Ничего не поменялось. Поэтому я от нее избавляюсь. Еще одна помада, которая не произвела на меня должного впечатления. Это увлажняющая помада от Faberlic. Под номером 41051. Вот так вот выглядит сам стик. И вот так вот выглядит помада. Она немножко дешево смотрится на губах. Поэтому мне не нравится. Хотя она на самом деле очень даже увлажняющая. Я бы даже сказала, возможно, питательная. В ее составе есть парабены, как и у всех продуктов от Faberlic. Поэтому я от нее избавляюсь. И пользовалась я ей буквально пару раз. Дальше. Избавляюсь от бальзама. Вот такого от Ariflame. В нем тоже есть парабены. Но, собственно говоря, о бальзаме я ничего плохого сказать не могу. Поскольку в нем очень много ухаживающих компонентов. Он действительно увлажняет губки. Но рука к нему не тянется. Возможно, из-за того, что не очень удобно использовать именно такой формат. Да, именно баночку. Добавляюсь от базы под тенью Avon. Вот такая вот база. Она у меня не засохла. Она у меня прослужила практически год. Отличная база. Ничего против не имею. Но я использую тень Maybelline Color Tattoo в оттеночке 91, по-моему. Вот, которая розовенькая. Такая нежная, прикольная. Которая зимой вышла в прошлой коллекции. Очень она мне нравится. И эта штучка стоит без дела. Я не хочу, чтобы она у меня засохла полностью. Поэтому передам ее в добрые руки. У меня, кстати, в оттеночке Light Beige. Что касается теней. Maybelline Color Tattoo. Легендарный оттенок Permanent Taupe. Номер 40. Отличные тени. Опять же, они у меня не засохли. Все с ними хорошо. Но рука к ним не тянется. Хотя, вот, в последнее время я делала с ними несколько макияжей. Именно потому, что они у меня стоят. Не знаю. Возможно, пусть еще немножечко постоят. Если у меня к ним не будет никакого желания прикасаться, то все-таки я их куда-нибудь пристрою. Но сейчас я понимаю, что если они еще полгодика постоят, они просто засохнут. Их придется выбросить. Также хайлайтер от Mimimi. Легендарный аналог хайлайтера от Benefit. Я его покупала, потому что хотела делать макияжи. Именно те, которые сейчас модны. Со стробингом. Но, как-то, опять же, у меня тянется рука больше к сухим продуктам. И я недавно посмотрела видео, где показывали весеннюю коллекцию от Dior. И там такой шикарный хайлайтер. Я решила, все-таки этот хайлайтер, наверное, продам. И буду собирать на тот. Пусть будет у меня один. Но супер классный, чем несколько, которые не очень. В одном из бьюти-завтраков я рассказывала вам об этих подделках под парфюмы. Они абсолютно не похожи на свои аналоги, настоящие парфюмы. Поэтому я от них тоже с удовольствием избавляюсь, чтобы они не занимали место в моей ванной комнате. Пудры. Целых 4 штучки. Я от них от всех избавляюсь. Сейчас объясню, почему. Вот эта пудра от Evroche очень даже прикольная. Эта пудра у нас называется Ноль Недостатков, насколько я помню. Да, пудра Ноль Недостатков. У меня она в оттеночке Беж. Вот в таком вот оттенке. И она темновата. Даже когда я загорела, она все равно смотрится на мне темновато. Поэтому я ее не смогу использовать никогда в жизни. И не стоит ждать, наверное, того момента, когда рука до нее все-таки дотянется. Поскольку раз за год она у меня к ней не дотянулась, значит нужно ее продать. Далее. Вот такая вот супер бюджетная пудра от Etuale. Она очень-очень и очень видна на лице. Поэтому я ее использовать не буду. Это Refill. Он стоил порядка 20 гривен. Поэтому ее лучше просто выбросить, чем куда-либо пристраивать. Дальше пудра от Everline. Она скорее такая контурирующая, чем просто пудра для лица. У меня она была в оттеночке Deep Beige. Я ее использовать не буду. Поэтому отдам хорошие руки, если кому-то подойдет. И последнее. Это такие а-ля Метеориты от Guerlain. Только от Avon. Тоже ничего против не имею. Можно использовать в качестве теней или в качестве хайлайтера. Очень даже неплохо смотрятся в этих целях. Но использовать их в этих целях мне неудобно. Поэтому они у меня пролежали тоже практически год. И я уже от них буду избавляться. Две палеточки от Everline. Я их горячо люблю. И одну, и вторую. Но почему-то пользуюсь слишком редко. Поэтому не знаю оставить их или нет. Буду еще присматриваться. И потом сделаю вывод. Избавляться или не избавляться. В этой палеточке у меня здесь румяна и хайлайтер. Очень крутой хайлайтер на самом деле. Очень приятно смотрится. И румяшки достаточно приятные. Единственное. Не очень удобно использовать их. Поскольку очень-очень неровная граница. Во-первых. Но это полбеды. Очень маленькая палеточка. Очень маленькая. Буквально вот на два пальчика. Поэтому неудобно ее использовать. Большими кистями для, например, румян. И вторая палеточка. Это у меня двушечка теней. Очень тоже пигментированные тени. Красивые. Но опять же рука к ним не тянется. Поэтому не знаю. Буду присматриваться. И возможно избавлюсь. Что касается вот этой палетки от Эльф. Я тоже еще над ней подумаю. Не хочется мне от нее избавляться. Но с другой стороны я очень хорошо понимаю, что даже на загорелой коже этот бронзер будет казаться слишком рыжим. Вот так вот выглядит бронзер. И румяна вы можете видеть, что он действительно слишком-слишком рыжий. Точно избавляюсь от этого средства от Эйвен. Это антицеллюлитный крем для тела. Могу сказать, что он действительно работает. Он разогревает кожу. Поэтому я склонна думать о том, что кровь все-таки приливает к верхним слоям кожи. И вероятнее всего это будет способствовать уменьшению целлюлита. Но здесь вот на этой же баночке написано, что он может вызывать пигментацию. И кожа может стать более чувствительной к солнцу. Поэтому я его не смогла использовать в теплое время года. Я его купила еще прошлой весной. Но весной опять же я не смогла его использовать, потому что уже было солнце. Летом естественно тоже. А с осени я начала активно удалять волосы лазером. И от лазера тоже может появляться пигментация. Поэтому я не рискую его использовать. И мне придется от него избавиться. Потому что еще в ближайшие пару месяцев я буду удалять волосы лазером. А потом появится солнце. Поэтому использовать это средство мне просто будет невозможно. Какое-то нескончаемое масло для кончика волос. Оно у меня открыто уже больше года. Поэтому я от него буду избавляться. И могу сказать девочке, кто использует такое масло за год. При нерегулярном использовании допользовать его до конца просто невозможно. А сейчас у меня появилось более натуральное средство от Лавери для кончика волос. И вообще собственно говоря для волос маслечко такое в спрее. Поэтому я понтин просто не смогу до конца добить. Точно избавляюсь абсолютно без сожалений от такого стика консилера от Avon. Люкс. Я вам показывала в сравнении с консилерами. Забыла как он уже открывается. Он очень-очень-очень блестящий. Его видно под глазами. Его видно везде. Он везде забивается. Все подчеркивает. Поэтому я его использовать не могу, не буду и не хочу. Следующее, от чего я избавляюсь, это вот такая вот палеточка корректирующих средств от Oriflame. Здесь три оттеночка. Они очень пигментированы, супер пигментированы. Хорошо убирают всю красноту. Хорошо убирают всю синеву. Просто идеально все делают. Немножечко конечно не заметно, как любое такое жирное плотное средство. Поэтому нужно быть аккуратным и хорошо растушевывать. Избавляюсь, потому что просто-напросто им в последнее время не пользуюсь. И наверняка не стану пользоваться в ближайшее время. Избавляюсь от двух тенюшек от Art Deco. Эти тени в оттеночке 508. Идеальный оттенок в складку века. Очень нежные, очень хорошо пигментированы. Похожи кстати на оттеночек permanent taupe от Maybelline Color Tattoo. Один в один мне кажется оттенок. Но рука к ним не тянется. И также уже давным-давно не тянется рука вот этой вот пудры для бровей от Art Deco. Вы видите, что я использовала ее достаточно много. У меня была в оттеночке 5. Идеально мне подходила. Я брюнетка. Но тем не менее использовала ее. Тоже я ее в свое время очень любила. Она была у меня в фаворитах. Но сейчас у меня рука опять же к ним не тянется. Всем известная тушь для бровей от Maybelline. Не знаю, возможно избавлюсь от нее. А возможно просто обрежу вот этот вот шарик. Но все равно она уже будет в не том виде, в котором можно будет вам ее показывать. Поэтому показываю в последний раз. Ничего против не имею. Но этим шариком прокрасить волосы так, чтобы не испачкать ничего вокруг, просто нереально. Поэтому либо его нужно обрезать, либо от нее нужно избавиться. Я еще подумаю, что я с ней сделаю. Точно избавляюсь от такого крема для ног, от Organic People. Он натуральный, органический, для того, чтобы убрать мозоли или натоптыши. За целый год у меня так и не появилось ни одного натоптыша, ни одной мозольки. Поэтому я от него избавляюсь. Он очень неприятно пахнет, но очень хорошо смягчает ноги. У меня появился крем от Шоль. Теперь я использую его. А этот крем просто-напросто стоит. Пока у него не закончился срок годности, пусть он лучше кому-либо послужит. Этот крем, как вы помните, я купила по ошибке. Я хотела купить скраб для тела от Fresh Juice, но забросила в корзину крем. Могу сказать, что он очень хорошо увлажняет. Вернее, создает пленочку такую и создает видимость увлажнения. У него нехороший состав, поэтому я от него избавляюсь. Но на самом деле он работает очень даже не так. Все вы знаете, что при покупке в интернет-магазине вам обязательно положат какие-то сюрпризы и какие-то пробнички. Так вот, вот этих вот кремов Efeclar Mat от La Roche-Posay у меня уже слишком много. Я оставила себе 5 штучек, дабы распробовать, что это такое ближе к лету. Здесь по 2 мл. И 3 штучки у меня лишних я их кому-либо отдам. Дальше. Вот такой вот крем, лифт-актив. Я думаю, что тоже кто-то с удовольствием попробует. И 2,15 и 2,25 крема от Vichy. У меня есть такая полноразмерная версия, она мне не особо нравится. И я так и не определилась, хочу я пользоваться им или не хочу. Поэтому я еще к нему присмотрюсь и решу, возможно, избавлюсь и от крема в том числе. Также крем от Giordani Gold. Он у меня уже открыт больше года. Тоже от него буду избавляться. Здесь 30 мл, половинку я использовала. Ничего плохого в нем не вижу. Насколько я знаю, кстати, у Oriflame очень сильно поднялись цены. Когда я его покупала, он стоил около 100 гривен. И это было очень хорошо. Очень хорошая стоимость для такого качества. Сколько он стоит сейчас, я сказать не могу. Но могу сказать, что крем действительно очень и очень достойный. И я не вижу в нем каких-либо минусов. Возможно, в составе что-то есть криминальное. Но при использовании он мне очень и очень нравился. Даже больше, чем Виши. Вот и все, девчоночки. Спасибо, что помогли мне разобрать мои завалы косметические. Некоторые средства я еще подумаю использовать или нет. От некоторых избавлюсь сразу. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.